здравствуйте сергей вы приехали весной 2018 года на российский комитет рабочих у вас решающий голос был правильно да здравствуйте горбушкин сергей да у меня был решающий голос на прошедшем российском комитете рабочих расскажите откуда вы приехали из какого города с какого предприятия я поехал из города электросталь с предприятия 5 5 называется федеральной компания единой энергетической системы я работаю на подстанции высоковольтный 220 кило вольт дежурным электромонтером то есть рабочий рабочий совершенно вот интересно было бы услышать о вашем предприятии что там происходит вот какая численность сотрудников какая численность рабочих может быть если знаете предприятие у нас вообще все само предприятие она занимается обслуживанием линии электропередач и подстанции высокого и сверх высокого напряжения по всей россии естественно предприятия разбиты на филиалы начать работу московском филиале это московская область включается 36 подстанций по всей московской области численность нашей московского предприятия точно не скажу но где-то в районе тысячи полторы ты человек эти люди они как-то более-менее скучно в одном месте работы нет предприятия я уже сказал включать 36 подстанций московской они разбросаны по всей московской области то есть это и в москве и вокруг москвы эти все предприятия то есть как бы централизации особо нет предприятия вы не знаете какая сейчас динамика численности сотрудников набирают рабочих сокращение насчет динамики точной статистики у меня данных нет но как бы решение руководства и более высшего руководства что наша организация подчиняется более высокой организации power сети значит и озвучивается в кулуарах мнения руководства том что численность избыточная персонала и необходимо оптимизировать то есть простым языком говоря сократить численность персонала потому что на предприятиях соседних то есть других регионов россии численность их там меньше чем московском предприятии еще делается вывод руководством что и московском предприятии значит можно персонал сократить а то что работа соответственно работают предприятия этих хуже намного из-за того что людей не хватает это почему-то в расчет не берется вот интересно это предприятие она у собственности находится насколько мне известно до больше половины предприятия владеет государства но предприятие конечно надо сказать что много очень прогрессивных шагов принимает как значит по мероприятия повышению охраны труда очень сильно следят за охраной труда и доводят до персонала значит разъясняют доводят несчастные случаи разъясняют значит как надо работать чтобы судать правила охраны труда и обучение персонала проводятся очень больших объемах как обучение на рабочем месте различные спецподготовки инструктажи внеплановые инструктажи и тренировки противопожарные противоаварийные тренировки так значит обучение персонала с отрывом от производства у нас работает центр по подготовке персонала все категории работающих начиная с простых рабочих слесарей оперативный персонал руководству все проходят периодически повышение квалификации курсы вот у нас как оперативный персонал раз в три года повышение квалификации проходит с отрывом от производства в течение двух недель обучаемся значит и оказание первой медицинской помощи но в общем в полном объеме работа с персоналом в сфере электронной гейтки проводятся и мероприятие по повышению значит охраны труда также проводятся и как бы все направлено на снижение частных случаев производство опасное и опасность но электрический ток напряжения его не видно то есть опасность часто не явно и поэтому конечно необходимо повышать охрану труда не укосится для требования и работа очень большая в этом проводится в этом направлении очень нас по весе на предприятия вот относительно других предприятий с рабочими общался на российском комитете других предприятий из других значит уголков страны там конечно хуже на многих предприятиях ситуации с этим делом есть планы по сокращению какие-то численности работ это связано с каким-то сокращением объема работ необходимых это что-то закрываются какие-то филиалы что нет объем работу в общем он не сокращается на оборот и он увеличивается и надо увеличить потому что но какие-то все-таки предприятия у нас строится население растет строится жилые дома это все требует обеспечения электрической энергии соответственно подстанции новые строятся линии электропередач строится все это необходимо обслуживать и естественно персонал надо увеличивать количество персонала чтобы в полном объеме это обслуживать чтобы не было никаких аварий и технологических нарушений и соответственно надо персонал увеличивать а уменьшение персонала то есть она проходит под разговор об оптимизации то есть у нас все сейчас оптимизируется и вот оптимизация это видится видимо руководству в сокращении персонала каковы зарплаты средние на вашем предприятии если это не секрет средний зарплат у нас достаточно хорошие все-таки предприятие у нас монополист в данной области и несмотря на то что государственная зарплаты достаточно хорошие вот у меня лично на текущий момент это около 55 тысяч рублей зарплата в среднем значит новый вообще остальных категориях работников относительно предприятий других предприятий города зарплата достаточно высокая но в других предприятиях не московской области а уже другие области россии там конечно зарплаты поменьше региональная отбавка там поменьше но все равно даже в их юных россии на по сравнению с другими предприятиями которые там работают зарплата у нас достаточно высокая и работа престижная но квалифицированных кадров все равно не хватает как на ваш взгляд рабочего происходит ли достаточное обновление оборудования замена на новое обновление оборудования замена новое происходит происходит подстанции не реконструируется оборудование либо полностью заменяется на новое но опять же это происходит не везде темпы обновления конечно должны быть побольше темпы обновления побыстрее потому что все таки научно-технический прогресс у нас достаточно быстрыми темпами продвигается и необходимо конечно образовательные фонды отчисления проводить и менять раз в 10 или раз хотя бы в 15 лет а с нынешними темпами технического прогресса и еще чаще менять оборудование вот это происходит но темпы достаточно невысокие подстанции реконструируются но на некоторых подстанциях реконструкция заморожена или ведется очень медленно по сравнению с тем как начиналась эта реконструкция на подстанциях вот наша подстанция она с 70-х годов построена какие-то помелочи какое-то оборудование у нас обновляется но в целом основное оборудование у нас еще и с 70-х годов на подстанции вот именно на той, на которой я работаю скажите, а есть у вас профсоюз на вашем предприятии сотрудники состоят в каком-то профсоюза да, профсоюз у нас есть на нашем предприятии точных данных о количестве работников профсоюзе у меня нет но как бы по слухам С слухом очень небольшое количество людей состоит в профсоюзе. А это профсоюз вашего предприятия или какой-нибудь там? Это профсоюз именно нашего предприятия. А известна какая-то активность этого профсоюза? Чем он занимается? Основная активность нашего профсоюза, проявление его вовне, его работы, которые видны на лицо, профсоюз организовывает экскурсии членов профсоюзов. Членам профсоюза эти экскурсии для них бесплатны. Профсоюз организовывает членам профсоюза подарки на Новый год, на День энергетика. Ну и в общем, как бы о другой деятельности профсоюза, вот у меня нет данных, к сожалению. Защитник, отстаивание, улучшение условий труда профсоюз, в общем, не замечен, да? Ну, мной лично нет в отстаивании каких-то интересов рабочих. У нас вот отменили постановление Совета Министров, еще и СССР, о том, что предоставлять дополнительные два дня к отпуску оперативному персоналу в связи с тем, что вредные условия или тяжелые работы, или тяжелые условия работы, точно не помню формулировку. Ну, вот отменили постановление Совета Министров, но профсоюз как бы в отстаивании не был замечен. Как ситуация у вас на предприятии с соблюдением Трудового кодекса? Есть какие-то злостные нарушения? Трудовой кодекс у нас соблюдается, государственное предприятие государственное, как бы большей частью Трудовый кодекс соблюдается. Значит, вот у нас опять у персонала в связи с его численностью, графиком работы присутствуют переработки, переработки оплачиваются. Я знаю, что на многих предприятиях переработки не оплачиваются, и даже вообще об этом речи нет. Наши предприятия опять же в этом плане прогрессивны, переработки оплачиваются. И вот в этом году принимаются меры, чтобы уменьшить переработку оперативного персонала. Но опять же меры такие, на мой взгляд, не очень эффективные переработка. Это убирается за счет того, что начальников подстанции заставляют работать за оперативный персонал, а когда начальник подстанции работает за оперативный персонал, за начальника подстанции никто не работает. Поэтому это дополнительно нагрузка на начальников подстанции. И, конечно, у них и так очень большая нагрузка, а это еще одна нагрузка и позитивного момента. В целом, я думаю, здесь никакого нет. Скажите, а есть ли у вас на предприятии коллективный трудовой договор? Нет, коллективного трудового договора на предприятии нет. И разговоров пока об этом нету, да, среди рабочих? Нет разговоров, нет среди рабочих. Как я уже сказал, много, наряду с отрицательными и регрессивными моментами на предприятии, много прогрессивных и положительных моментов. И, в общем-то, любая такая риторика, она, соответственно, сразу же вызывает ответную реакцию в плане того, что у нас и так очень много хорошего. Посмотрите на соседние предприятия, на других, и другие предприятия там и этого не делают, и действительно там этого не делают. И, в общем-то, радуйтесь тому, что и так есть. Известны ли вам какие-то трудовые конфликты рабочих с работодателями? О трудовых конфликтах мне... О каких-то острых трудовых конфликтах мне неизвестно. Все конфликты какие-то, если они возникают локально на местах, то они куда-то наверх и острые формы не принимают, потому что, опять же, профсоюз не занимается разрешением каких-то конфликтов. Очень мало членов в этом профсоюзе. Ну, а работники понимают, что один-два работника, они ничего не сделают на этом предприятии. Никакие права не отстоят, и проще их уволить и нанять новых. Вот у вас опасная такая работа, а, как вы думаете, достаточно соблюдаются условия труда, вот у вас там электрическая опасность получается, да, еще там, наверное, какие-то опасности? Ну, да, конечно, у нас подстанция высокого-сверхвысокого напряжения линии, и, естественно, напряженность электрического поля присутствует на подстанциях 500 кВт и выше. Нахождение в таких полях такой напряженности, оно регламентируется. Это, естественно, вот в этом плане прогрессивное у нас предприятие, значит, принимаются меры. У нас обеспечиваются в полном объеме люди спецодеждой, комплектами, которые защищают от воздействия, как электрической дуги, как и электромагнитного поля. Значит, сама организация работ поставлена очень хорошо, чтобы избежать каких-то несчастных случаев. Ну, и, естественно, вот работа на высоте, а также очень опасные работы. Все меры принимаются, чтобы направлены на соблюдение требований охраны труда, за этим очень сильно следят. Видеофиксация, допуск бригады к работе, инструктажи и технические организационные мероприятия у нас теперь записаны на видеокамеру. То есть, это тоже вносит элемент ответственности работников, постоянно как бы совершенствуется работа предприятия в области охраны труда. И, в общем-то, ну, это сказывается, сказывается. А вот интересно, рабочие, они вообще, их все устраивает на предприятии или они имеют какие-то мысли, хотели бы к чему-то стремиться, там, в чем-то улучшить свои условия труда? Ну, отрицательный момент на предприятии есть, да, реальное содержание заработной платы, оно в данный момент уменьшается, хотя у нас происходит каждые полгода индексация зарплаты, что, с одной стороны, положительный момент, но реальное содержание заработной платы уменьшается, потому что у нас большая часть заработной платы – это премии, оригинальные надбавки, а положение премиях о региональных надбавках обладатель может изменять, как ему угодно, ни с кем не советуюсь, что он, собственно, и делает. Значит, фонд оплаты труда, он в текущем году точно такой же, как и в том году, то есть индексация проводится, но реальное содержание заработной платы уменьшается. Уменьшается, ну, естественно, люди видят это, хотя темпы они не особо большие, но все равно они есть. Плюс еще нельзя забывать об инфляции, которая также уменьшает реальное содержание заработной платы, и, ну, естественно, люди это чувствуют, когда этот магазин, и, конечно, люди этими довольны. Ну, вот, после участия в Российском комитете рабочих, как вы думаете, сможете ли вы поведать своим коллегам что-то такое, что, может быть, подвигло бы их какой-то, ну, хотя бы к осознанию, большему осознанию своих условий труда, проблем? Вот, на РКР прозвучал в очередной раз лозунг о сокращении рабочего дня до шести часов. Как вы думаете, это вот могло бы быть полезно? Можете ли вы как-то заинтересовать этим вопросом своих коллег? Ну, безусловно, необходимо, и я буду стараться проводить разъяснительную работу среди коллег, потому что улучшение положения рабочего класса улучшает положение не только рабочего класса, а как бы всех людей в стране и занятых в производстве. И, безусловно, все люди разные и занимают разное положение по отношению к производству и в обществе, но экономические объективные интересы рабочего класса одни, и это необходимо осознать рабочему классу и вместе объединяться и бороться за экономические интересы, потому что никто рабочий класс объединять не будет, и вместо него за его экономические интересы бороться не будет. А другим представителям других классов им необходимо понять, что они свое положение могут улучшить за счет положения рабочего класса, но, собственно, они это делали, ну и мы видим, к чему это привело. Вот сейчас в моем городе, город Электросталь, есть несколько крупных промышленных предприятий, это завод Электросталь по выпуску специальных сталей и машиностроительный завод, который крупнейший завод в Европе по производству топлива для атомных электростанций. Вот у нас был завод ЭЗТМ, Электростальский завод тяжелого машиностроения, который выпускал в том числе и средства производства. Сейчас он средства производства не выпускает, цеха разбираются, площади сданы в аренду, и на сегодняшний момент там, насколько я знаю, производится ремонт, и еще вроде бы осталось производство подшипников жидкостного трения, то есть средства производства, станки, прокатные станы. Этот завод больше не производит. Также у нас скоро, наверное, закроется еще Электростальский химико-механический завод, который в системе оборонного заказа работает и производит продукцию для обороны страны, в общем-то говоря. И вот, например, у нас институт, где я учился, филиал Московского института стали и сплавов. Он, можно сказать, полностью закрылся, а на этом институте учились инженеры и люди, которые должны работать на заводе Электросталь. Электросталь, кто сейчас там будет работать, для меня вот, например, загадка. А завод, между прочим, тоже выполняет, в том числе, оборонные заказы и специальные стали, которые летают и в космос, и летают у нас по небу эти стали, и плавают под водой в том числе. А инженерный институт, который готовил инженерный аккаунт, закрыт. Вот. Поэтому, в общем, ситуация довольно сложная и неприятная. И при всех прогрессивных моментах нашего предприятия нельзя забывать, что оно не одно у нас в стране. И, в общем и целом, движение регрессивное, как мы видим. А что на других предприятиях вашего города? Происходят ли какие-то волнения рабочих? Выступают ли организованы за свои интересы? Нет, на других предприятиях случаев выступления или организованной борьбы мне неизвестны. Хотя вот на том же химико-механическом заводе есть и профсоюз, есть и коллективный договор. На предприятии, смежном с ним научно-производственное мнение, не органика. Там тоже есть профсоюз, и тоже есть коллективный договор. И вот на машиностроительном заводе также профсоюз. И у них, не знаю, есть ли у них коллективный договор. На заводе электростали есть профсоюз, есть коллективный договор. Но профсоюзы эти чаще всего действуют уже в настоящем время в интересах работодателя. И коллективные договора, они, в общем, не прогрессивны. И они не отражают, не содержат в себе какого-то повышения, улучшения условий трудящихся и повышения зарплаты. И, в общем, они являются пустой формальностью в настоящий момент. Спасибо, Сергей, что вы приехали на Российский комитет рабочих и дали нам интервью. Вот еще напоследок, что бы вы хотели пожелать рабочим, к чему призвать? Я хотел бы пожелать рабочим учиться прежде всего и осознать свои интересы как рабочего класса, свои объективные экономические интересы как рабочего класса. Ну и затем, ответив, и затем отвечать на вопрос, что делать, и переходить, объединяться, переходить к экономической борьбе за улучшение своего положения. Спасибо, Сергей. Ждем вас снова на МКР через полгода и через год. Спасибо. Спасибо. На воды вставайте, шевель не сметайте, На битву шагайте, шагайте, шагайте. Пробегте в лицах, заряжайте в лицах, На бой, праведарь, за небо стою. На бой, праведарь, за небо стою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова